Если в Латвии пока еще хилая рука, надо, думает министр, развивать свой ВПК. Радио. Спутник. Если в Латвии пока еще хилая рука, надо, думает министр, развивать свой ВПК 14 часов. Флика. НАТО. Войск НАТО во время учений в Латвии. Флика. НАТО. Латвия давно сама не зарабатывает. Да и как давно, если разобраться никогда. Республика в прекрасном состоянии поздней юности. Не учите жить, лучше помогите материально. Но эта песенка подходит к концу. Слухи ходят гадкие. 17 апреля, 19.15 эксперт. Будущее латвийской экономики еще более грустное, чем настоящий мэр латвийского города Винспилса и Варслимбергс выразил сожаление, что после вступления в НАТО в Латвию исчез военно-промышленный комплекс. Эксперт Владимир Брутер в эфире радио «Спотник» отметил, что уже исчезла и продолжает исчезать не только это. Большинство людей искренне считают, что достаток определяется размером зарплаты. Размер вашей зарплаты определяют обычно другие люди, поэтому от нас им изрядно достается. О своих тратах мы вспоминаем неохотно, в основном в контексте и обязательных дерут с трудящихся в три дорога. В зеркало смотреть дураков нет, что мы там не видели. Но почему-то достаток других как-то странно зависит от их умения тратить. Или точнее не тратить там, где не надо. Вроде и зарплату не ахти, а на все хватает. Латвия давно сама не зарабатывает. Да и как давно, если разобраться никогда. Республика в прекрасном состоянии поздней юности. Не учите жить, лучше помогите материально. Но эта песенка подходит к концу. Слухи в последнее время ходят гадкие. Говорят, евросоюзный спонсор деньги жмет, программы сворачивает. Там, кажется, стали что-то подозревать. Мол, восточноевропейские студентки деньги стреляют на дорогущие учебники. Кипу необходимых медсправок или вариант мы все скидываем цена. А в итоге тратят на совсем другие вещи. Некоторые неистово до вредных привычек. 10 апреля, 11.29. Сбитые летчики и сбитая память. Латвийские военные отдали честь сбитые над СССР. В 1950 году американские летчики и думать не могли, что спустя годы станут символом борьбы Латвии за независимость. Но подвиг тех героев ныне увековеченный готов для преданий и легенд. Экс-министр Латвии Раймонд Бергманис. Оптимист, как их поискать. Такой и должен руководить армией республики. Надо, говорит, развивать военную индустрию. У нас, говорит, все для этого есть. Странно, что индустрии нет. Но, видимо, никто об этом не догадался раньше. Журналисты огорошились и давай приставать. А что, спрашивают, мы тут можем делать самолеты, танки. Зачем, отвечает министр. Это мы покупаем в рамках дружбы с США. Даже если и могли бы, кто б дал это сделать? Надо что-нибудь попроще? А что попроще? Снаряды, пули, автоматы. Нет, откуда? Куда нам? Начинать надо с малого. Ну а с чего малого? Что это? Гайки, втулки, болты, резьба. Ну это откуда? Такое и в Латвии невозможно. Берите проще. Журналисты не унимаются. Так с чего начнем возрождать мощную оборонную империю? А вот, говорит, сухпаек. У нас делали. Я ел. Вкусный, питательный. Надо создавать линию и переходить на промышленные масштабы. 4 апреля, 12.52 эксперт. США навязывают странам НАТО свое оружие. Причем не лучшая НАТО стала клубом получателей оружия от США, считает чешский экс-министр. В эфире радио. Спотник. Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов прокомментировал это заявление.